День добрый, это Игорь Виттель и это Парадокс с Игорем Виттелем, телефон студии 6510996, код города 495 или наш сайт finam.fm И в гостях у меня сегодня президент Союза Грузии в России Михаил Хубути, а тема нашей сегодняшней передачи это Дружба народов, надежный оплот, обсуждаем экономику, взаимоотношения со странами, с республиками Советского Союза, бывшего Советского Союза, в частности с Грузии. Начнем с Грузии, а потом нам по ходу может быть еще гостя присоединятся. Михаил Михайлович, добрый день. Здрасте, Игорь, здрасте, уважаемые радиослушатели. Меня вот что заинтересовало, начнем с маленькой незначительной детали, вроде как там Онищенко договорился, возвращается у нас грузинское вино и боржоми на российский рынок. Мы вообще будем говорить про экономику Грузии, потому что мы с вами в прошлый раз как-то встречаясь в телеэфире остановились на очень интересном моменте, нас перебили, а чем вообще может Грузия торговать, как за счет чего может развиваться экономика Грузии. К этому мы сейчас придем. Но деталь. Грузинская вода боржоми возвращается на российский рынок в супер премиальный сегмент, где собирается сразу соперничать с Перье и что там еще есть, лечебные столовые минеральные воды премиального сегмента. И для меня это оказалось неким символом, как мне кажется, того, что оценка Грузии самой себя и своей продукции, она находится немножечко вдалеке от реальности. Так это или нет? Я бы мог, извините, так сказать, российский потребитель насколько соскучился по продукции и в основном по боржоми, что я думаю, что вот этот черный пиар, который был и запрет за эти годы, это сыграло на большой плюс для грузинской продукции. Это во-первых. Во-вторых, значит, когда говорят, что вот место грузинской продукции на прилавках уже заняли там другие производители из других стран, конечно, наши супермаркеты переполнены там из Южной Африки, там из Америки, очень много вин, из Испании, разумеется, ну из разных стран. Но потребители, любители грузинского вина есть, будет и еще будут прибавляться. Потому что генетически мы это очень любим, во-первых. Во-вторых, это часть, составная часть нашей любимой грузинской кухни, которую мы любим с покон веков. Да и никто не спорит, но, Михаил Михайлович, все-таки есть некие разумные, да, если в России, как вы справедливо заметили, сейчас можно купить вино практически любую. На самом деле, когда начинаешь разбираться, то понятно, что там хорошее вино не так часто попадается, и особенно хорошее и недорогое вино. Но грузинские-то товары, они все позиционируются достаточно в классе премиум, и мы это прекрасно понимаем, что на самом деле реальное грузинское вино, оно не может стоить дешево. Потому что если посмотреть вообще на то, сколько его в мире продается, вы говорите, что черный пиар. Ну да, черный пиар, мы можем сколько угодно говорить о том, что это был политический ход. Или что Нищенко не разобрался в свое время, да? Но поддельного в Боржоми в Москве было огромное количество. Некачественного грузинского вина тоже огромное количество. Очень много было. И здесь как раз нет худа без добра. Значит, вот этот запрет сыграл на то, что, значит, они, то есть эти подделки, можно сказать, отпали. И за это время и в основном российские бизнесмены влезли на грузинский рынок, и они привели виноградники в порядок, скупили эти виноградники, и они ждут возвращения, так сказать, когда разрешат грузинской продукции поступать в Россию. Поэтому я думаю, что очень даже качественная продукция будет поступать. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что и Нищенко, и Потребнадзор, и ФИТО, это как называется, санитарная служба, значит, они руку всегда будут на пульсе держать. Но главное, главное, чтобы, так сказать, опять не начались подделки. Но подделки всегда, они готовятся в других республиках, или в Подмосковье, или еще где-то. Вот руку здесь, конечно, надо на пульсе держать. Но возьмем более глобально. Вообще, зачем Россия, Грузия, и зачем Грузия и Россия? Рынки друг друга практически, ну, нельзя сказать, что мы потеряли, да? Да, но и Грузия нашла кое-какой выход в Европу со своими винами из другой продукции. И в России место Грузии заняли другие страны. Что глобально может быть в экономическом взаимоотношении наших стран такого, что действительно будет на пользу экономикам обеих стран? Если вы помните, мы с вами, когда в прошлый раз разговаривали с нами, была Лариса Буракова, по-моему, да? Да, была. Которая долго нам рассказывала про феррасплавы и про орехи, что вот Грузия будет орехами, по-моему. Ну, какой-то бред она понесла, извиняюсь за ворудование. Нет, ничего, я тоже с вами абсолютно согласен, это был бред. На самом деле, что может быть между Россией и Грузией? Ну, я могу вот так ответить. Вот у меня родной брат и родители живут в Грузии, да? Вот зачем мне этот брат, который живет в Грузии? В принципе, живу я нормально здесь, я бизнесмен. И он живет там, и он бизнесмен, зарабатывает себе нормально, и я зарабатываю нормально. Мы можем общаться, можем не общаться. Ну, каков смысл тогда в жизни, если мы потеряем своих братьев, если мы забудем историю? Кто бы не спорил, как бы грузины не спорили, что, так сказать, был захват, и Российская империя их перехватила, и так сказать... Немножечко спасла, правда, при этом от Турции. Не немножко, а от всех нашествий мусульманских соседей. И от персов, и от турков, ну, от османов там. В общем, моя глубокая уверенность, потому что, как я вам говорил в прошлом, что я букинист, и у меня очень много на старом русском языке книги собраны, я не знаю, у меня их тысячи, этих исторических книг, и я на старом русском языке читаю все это, и я с первых уст узнаю практически, да, как все это происходило. И моя глубокая уверенность, что Россия, Российская империя тогда спасла грузию, как этнос. Согласен, и про братство согласен, но про экономику не согласен. Все-таки братья братьями, а экономика, когда возникает, начинаются вопросы, да. Мы же с Украиной тоже не то чтобы чужие люди. Однако регулярно, как часы и газовый вопрос нас, как в известной книге «Квартирный» испортил. А экономика это... Мы живем, слава богу, в 21 веке, хотя бы, если бы жили даже во 2 веке, в любом случае, как бы, нужны были обмены товарами, понимаете? И в любом случае это регулирует какие-то отношения между собой. Поэтому экономика, если наладится, это будет первый шаг для урегулирования нормальных отношений. Как без экономики, как вот, ну я не знаю, нам... Так, экономика все-таки должна быть взаимовыгодной. Где конкретно? Абсолютно. Это в сфере энергетики, допустим. Только с примерами сразу. Что мы поставляем? Мы же можем сейчас поставить Грузию в области энергетики. И когда начинаются разговоры о братстве, уж простите, Михаил Михайлович, я вас перебью. Мы туда вошли энергетикой, там РАО и ЕС... Я знаю, что дальше, дальнейшее развитие событий. Я понимаю, что сейчас в Грузии происходит такая ползучая смена власти все-таки, да? Как мне кажется... Не ползучая, там уже произошла смена власти. Ну хорошо, произошла смена власти. Но РАО и ЕС там скупила конкретные объекты, которые производят электроэнергию. Дальше они развиваются. То есть наши ребята скупили не для того, чтобы, так сказать, это опустить вниз и донести до нет. Они развивают. Дальше Грузия может продавать эту электроэнергию. Опять нам же, опять в Турции уже. Раньше же все это не было. А с приходом российской экономики, российских денег, это все развивается. Понимаете? А в обратную сторону что? Это наши предприниматели. Что Грузия может нам дать? Что может нам сейчас дать Грузия, помимо всего прочего? Грузия, если не считать геополитику... Не считать геополитику. Считаем сейчас только экономику. Да, не считать геополитику. Булый чистый расчет. Экологически чистые продукты. Если более глобально подойти интеллектуальных людей, которых мы можем считать, что это часть российского общества. Потому что очень многие, я не скажу, вот тех, которые сейчас рождаются, так сказать, растут, потому что их зомбируют. Власть Саакашвили их зомбирует. Но власть смены это с точки зрения, наоборот, перевернуло. Я не очень понимаю, как они могли так быстро перевернуться. Власть перевернули, понимаете? Власть перевернула, но люди-то воспитывались все-таки при Саакашвили. Да, но вектор меняется. И молодежь, особенно новые кадры. Но вы поймите, вектор меняется. И сейчас новая власть показывает и доказывает, что нам без северных соседей, без северных братьев, как бы мы не можем. И я, пожалуй, поспорю с вами, что вот все прямо вот так антироссийскими были. Они боялись. Я не говорю, что все были антироссийскими. Я не видел ни одного пророссийского политика грузинского. Антироссийских, согласен, были антироссийские, были не антироссийские. А вот пророссийских политиков в Грузии я не встречал вообще. И настроение они встречали. Потому что они все боялись. Я очень... Просто кровавая власть Саакашвили. Хуже Сталина, хуже не бывает, да? Ну что вы со Сталином сравниваете Саакашвили? Вот, и я говорю, что... Я бы его с Гитлером сравнил бы. Со Сталином нет. То есть это еще все серьезнее было? Ну что вы, Сталин столько добра сделал, как бы мы его не ругали, в любом случае при Сталине, я думаю, что процветание было. Я здесь, это отдельная тема, и могу поспорить, очень много я начитан и читаю про Сталина, и сколько при нем было много сделано, и все плохие дела как бы сваливались на Сталина. Бог с ним, сравнивайте с Гитлером, и мы с вами, Михаил Михайлович, можем просто целую серию исторических сделать, экскурс в историю, но прервемся на выпуск новостей. У нас в студии еще появились двое гостей, которых я представлю после выпуска новостей, мы продолжим буквально через минуту. Ну что ж, возвращаемся в студию, это Игорь Виттель с программой «Парадокс» с Игорем Виттельем. В студии у меня еще раз напомню, президент Союза Грузии в Россию Михаил Хубутий, появились два новых гостя. Кирилл Коктыш, доцент ГИМО, Дмитрий Букунец, экономист, эксперт по Белоруссии. А тема наша сегодня для тех, кто включился не с самого начала в наш эфир, называется «Дружба народов, надежный расчет». Обсуждаем экономические взаимоотношения со странами, бывшими республиками Советского Союза, в частности с Грузией. После пламенной речи Михаила Михайловича хотелось бы пару вопросов задать и другим гостям. Кирилл, так где же наши взаимоотношения? Вот Михаил Михайлович поднял тему братства, это все замечательно хорошо. Меня, правда, всегда волновало вопрос, и я им задаюсь постоянно, как же так случилось в такой братской стране с 15 республиками, с сестрами и братьями. Фонтан нашего ДНХ, помните, красивый такой фонтан. Вдруг, ни с того, ни с сего, когда все начало разваливаться, началось такое, что, в общем-то, не то, что братья между собой не позволят, худшие враги не позволят. Вспомните январь в Баку, вспомните то, что происходило вообще на территории Грузии, где брат резал брата. Так что все отношения братск-сестлинские, они хороши до поры, до времени. Особенно, когда речь заходит об экономике. Дело в том, что здесь ситуация вполне логичная, как раз таки. В рамках Советского Союза был единый народно-хозяйственный комплекс, который работал как единое целое, и экономики были взаимодополняющие. При разделе экономики вынужденно стали взаимоконкурентными. И в этом плане Украина превратилась и Россия в проблемам друг друга из-за металла, потому что понятно, что то, что продаст Украина, не продаст Россия. Достаточно быстро опять же вернулась лимитрофная традиция политики во всю Восточную Европу. Лимитрофная политика это когда малая страна балансирует между двумя большими соседями. И собственно на этом балансе и зарабатывает себе какие-то средства. В этом плане, кстати говоря, термин пророссийский политик для меня даже не очень понятен, потому что Россия сама не сформулировала критерий пророссийскости. Это правда. У нас у самих пророссийских политиков раз-два и общался. Ну да, и дело в том, что... Дмитрий Олегович Рогозин, если в очередной раз мы его вспомнили. Просто пророссийскость понималась как декларация о том, что я люблю Россию при Ельцине. При Путине попробовали под это подложить какое-то прагматическое основание, но не очень сильно получилось, потому что выяснилось, что главные статьи экспорта и главные статьи коммуникации России и Запада все равно они конкурентны. Это в первую очередь нефтегазовый экспорт. И тут сразу вылезли наружу огромное количество, скажем так, разногласий украинско-российских и белорусско-российских. А вот грузины российские вылезли? Потому что мы договорились с Михаилом Михайловичем, что мы не будем как бы потрогать политику и геополитику. Но с другой стороны, раз уж вы заговорили, у Америки есть свои интересы в Грузии, у других стран есть свои интересы в Грузии, да и военное присутствие там. Насколько я знаю, маленькое, но очень гордое государство Израиль тоже постаралось свое присутствие в Грузии в качестве инструкторов и чуть ли не министра обороны туда экспортировать. Но в этом плане Грузия интересна в военном плане исключительно как страна, которая граничит с Ираном. И как только иранская проблема сойдет на нет, я думаю, что этот интерес так или иначе спадет. Вот. Что касаемо конкуренции или, скажем так, взаимоотношений Грузии и России, ну, отношения были, наверное, не только по вину, но в первую очередь Грузия была центром рекреационным, где можно было достаточно хорошо отдыхать, где тот бизнес, который сегодня в изрядной степени перехватил у Турции. Потому что все Кавказское побережье до того, как начался раздел, оно было любимым, хорошо распиаренным, привычным местом отдыха абсолютного большинства жителей Советского Союза. Эти вещи оказались потеряны с другой стороны. Нет, подожди, а что значит потеряны? Вот тут я сейчас не буду трогать... Ну, на какой-то период потеряны. Абхазию, да, Михаил Михайлович, дабы уж совсем не вписаться в политику. Конечно. А вот Аджарию бы потрогать хотелось, потому что там все мои знакомые грузины просто мне день через день звонят и говорят, смотри, слушай, я тут квартирку в Батуми прикупил. Согласен. И, не знаю, к сожалению, давно не был в Грузии, вот собирались с Михаилом Михайловичем вместе съездить, но на картинке выглядит просто потрясающе. Там день через день новые дома появляются, застраиваются побережье, знаю людей, которые там россиян и покупают уже квартиру. Так что, может быть, этот кусок и не потерян. Потерян или нет? Абсолютно не потерян, потому что действительно очень много россиян, я бы не сказал, что... Я бы сказал, наоборот, что процентов 20 этнических грузин из этих, кто покупает там недвижимость. А россияне зачем, со спекулятивной целью или так? Нет, нравится. Нравится. То есть, действительно, уже Батуми превращается в такую некую рекреацию? Реально, да. Да, секунду, отличемся от Грузии. Еще одна наша сестра, молодость моя Белоруссия, Дмитрий. А тут-то уж совсем братские отношения все время являются предметом шантажа. Ну, шантаж с двух сторон идет, но в большей степени, конечно, со стороны Белоруссии. И шантаж касается постоянно какая-то попытка со стороны Белоруссии получить какой-то транш очередной. То есть, попытка найти источники финансирования, если Россия является долгие годы таким донором белорусской экономики. Это факты, которые подтверждаются экономическими расчетами. За счет субсидий Беларусь постоянно получает эти дотации. И Беларусь, в принципе, является вот таким союзником, но союзником... Союзником в чем? Союзником отчасти является. То есть, союзником в этих бумажах, которые постоянно плодят, подписывают какие-то союзные государства, создают и так далее. А если мы видим, вот была ситуация грузинская война, да, Беларусь как союзник отошла сразу в сторону. Хотя, казалось бы, надежный союзник России, и Беларусь там многократно говорила, что поддержит эти две непризнанные республики, но в конечном итоге Беларусь это шла в сторону, сказала, что, извините... То есть, вопросы братства и сестренства возникают исключительно тогда, когда нужно дать им денег. Когда нужны деньги, да. Вот, Михаил Михайлович, именно об этом я и говорил. Пример вот таких отношений союзникских. Обычно в отношении большого государства и государства поменьше всегда возникает вопрос. Денег давай сразу, братья и сестры. Как только перестает литься поток... Я не хочу сейчас повторять фразу, за которую один мой товарищ уже получил три месяца исправительных работ, а несколько других присели, да. Но вот эти взаимоотношения, особенно даже внутри России с некоторыми республиками, не буду о чем... Вы понимаете, о чем я говорю, да. Они хороши только тогда, когда мы даем деньги. Как только мы перестаем давать деньги за что-то, ради спокойствия, ради мнимого союзничества, тут же начинается головная боль. Можно я отвечу? Да. Ну, во-первых, в 40-х годах еще не очень удачный, может, пример проведу. Аль Капоне сказал, что хочешь достать врага, так сказать, нужно метить по его любимому человеку. Поэтому, так сказать, за океаном было расписано, чтобы, так сказать, из наших близких самых братьев и сестер, так сказать, вот эти республики отодвинуть от нас, да. Нам у нас... И я поспорю, что у нас нет пророссийских политиков. Очень много, не то, что пророссийские политики, не обязательно, чтобы они были политиками, но великих патриотов. Вот вы назвали Рогозина, да, вот реально, вот реально, я верующий человек, я свечку ставлю за его здоровье, чтобы с ним ничего не случилось, потому что, если он будет дальше продолжать и держать такой курс, он добьется очень больших успехов, и наш военно-промышленный комплекс, наш военно-промышленный комплекс добьется очень больших успехов. Это, во-первых. Во-вторых, если мы распишем долгосрочную перспективу, лет на 20-30 с этими государствами, да, не нужно вот с сегодняшним днем жить или с завтрашним днем жить. Сейчас Украина говорит, что я вам ничего не должен. Белоруссия говорит, дайте мне денег, и я, так сказать, с вами буду дружить. Опять говорю, Америка расписывает на 30, 50, 60 лет, а мы живем... Самая долгосрочная перспектива это два года, понимаете? Вот первая поездка, вспомните, я царствую ему небесное, о покойниках не говорят плохо, но хочу вспомнить Ельцина, да. Все это началось при нем. И после развала Советского Союза он взял такую политику. Ему хотелось быть королем. Они поехали вместе с Лукашенко в Америку, да. Лукашенко разворачивает, а Ельцина принимают как бога. Это обычный империалистический развод. Я бы на его месте... Развернулся, как Евгений Максимович Примаков над Атлантикой. Пожалуйста. Вот и ваш ответ. Я бы развернулся. Это мой брат. Если вы его не принимаете, я тоже как бы вместе с ним возвращаюсь. Вот и все. Вот с тех пор все это... Нас развели всех, извиняюсь за выражение, как кроликов. Просто разделяй и властвуй. Да согласен. Вот в этом вопросе согласен. А соединить-то на что обратно, понимаете? Когда уже развели и брат пошел на брата... Михаил Михайлович, ну мы же с вами не первой молодости. Вы уж простите за такую... Люди примерно в одной возрастной категории. Мы помним, как это происходило. Да. Мы помним, чем кончилось это братство. И когда уже брат пошел на брата, обратно уже скорее даже не братские чувства могут свести, а прагматические. Правда? Да нет. Абсолютно. Все чуть-чуть попроще. Кирилл Коктыш, что пойду. Да, все чуть проще. Наши украинские миротворцы между нами. Дело в том, что задача сводится, наверное, для России, в первую очередь это вызов российский, как страны, все-таки ответственны за постсоветское пространство. Главным образом это вызов сделать ту экономику, в рамках которой выгодны были бы постсоветские страны. То, что у них есть. Скажем, сегодня Беларусь является единственной страной в регионе с избытно квалифицированной рабочей силой. Единственное, что Россия предлагает, это трудоустройство, это рабочие силы. Что, естественно, Минском не расценивается как дружеский акт. И совершенно логично. А сделать ту комбинацию, те экономические механизмы, которые, опять же, позволили бы запустить промышленный потенциал, позволили бы запустить научный потенциал. То есть отойти от сырьевой парадигмы и найдутся смыслы. А пока смысл российской экономики и, собственно, постсоветской экономики, это, в первую очередь, углеводородная торговля, потому что это абсолютно большинство, ну, плюс металл, то, что идет. Понятно, что при такой распродаже вам, во-первых, не нужно большое количество людей. Во-вторых, то, что продаст один, на эту сумму меньше продадите вы. То есть, получается, игра с отрицательной суммой. И опять-таки начинаются с углеводородами, ежели мы брать и сестры, то продай-ка мне их подешевле. Ну, естественно, вопрос отойти от этой парадигмы, вопрос создать что-то кроме. Вот вопрос создания, ну, вопрос сложной кооперации, когда возникают игры с положительной суммой, да, это вопрос выстраивания другого, скажем, братства, другой кооперации, которая, наверное, будет базироваться на, все-таки, скорее, политической солидарности, нежели в на едином политическом субъекте. Потому что, я думаю, что ни одна из постсоветских стран не захочет снова, скажем так, отдавать свою независимость. Но экономическая кооперация, она поддерживается, безусловно, на всем постсоветском пространстве. А вот как вы видите взаимоотношения России с Грузией? Я думаю, что они потихоньку... Экономические. Дело в том, что они уже начали формироваться как отношение в ценностное, да, то есть нормализация отношений в Грузии началась с визита Католикоса Ильи в Москву. То есть в этом плане простраивание единых ценностей, это простраивание возможности того диалога, который может отсюда пойти. Я сейчас чисто про экономику. Я просто, да, чисто прагматично просто напомню, что когда появилось христианство в Европе, в первом, втором, третьем веках, это было в чистом виде политэкономическая парадигма. То есть когда тот же Аврелий Августин объяснял, что образование, наука, культура могут быть рыночно выгодными. Каким образом спасение души сделаются прагматически ценные вещи. То есть в этом плане все идет с постановки над индивидуальных целей. Потому что если мы живем в потребительской экономике, то мы не достигнем единства не только на полусоветском пространстве, но и внутри России. Потому что то, что потребит один, не потребит второй. Когда возникают над индивидуальные экономические цели, когда вкладываю я, вкладываешь ты, и мы получаем результат, который мы оба выигрываем, да, тогда это становится возможным, выгодным, интересным. Это, наверное, вызов в первую очередь для элит, вызов конструирования. Потому что в рамках осваивания сегодняшних вещей вряд ли что-то будет найдено. Об этом после выпуска новостей буквально через минуту вернемся в студию. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Витель и мои гости Михаил Кубуть и Кирилл Коктыш и Дмитрий Балкунец беседуют о судьбах постсоветского пространства. Кстати, вот вопрос пришел. До сих пор никто из гостей не сказал, какая экономическая выгода России от осколков СНГ. При том, что у нас куча своих необустроенных регионов. Все сходится к пафосным разговорам о неком Брасе, но еще Лукашенко, конечно, гениально разводят Москву на бабки, пишет наш слушатель. Ну сейчас, а это что, не согласится, что ли? Михаил Михайлович, вы хотели Кириллу ответить. Я хотел таким образом ответить. Российская Федерация, да, мы о чем должны думать в первую очередь? О своей культуре, о своем будущем, о своем образовании и о культуре питания. Значит, мы на следующий день уничтожили практически производство мяса. Вы же со мной согласны? Ну, с крупным рогатым скотом, безусловно, согласен. Согласен. Со свининой немножко восстановили, по курице тоже восстановили. Немножко восстановили и по курице восстановили. Все едят свинину, Михаил Михайлович, ой, не все у нас едят свинину. Теперь я не то хотел сказать. Вот насчет экономики. Вот нет вкуснее мяса, допустим, чем в Грузии. Американцы поспорят с вами. Новозеландцы с австралийцами тоже. Аргентина просто бы сейчас, если бы слышала нас, захлебнулась от возмущения. А знаете почему? Потому что они за 3-4 месяца выращивают эту корову. И мы прекрасно понимаем, вся депрессия, которая есть в человеке. Колит и Юромпомином, а потом Бонищенко запрещает ввоз американского мяса. Пусть он бы запретил быстрее ввоз этого американского мяса, а мы бы разместили сами бы, допустим, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в других республиках. Те продукты питания, те товары народного потребления, которые для нас более приемлемы. Если мы начнем себя уважать, как русские люди, как русская империя, вот все нас будут уважать. Поэтому они все смотрят на нас, как на доильную корову. Если Америка им поставляет там мясо, которое сами не употребляют. Америка сейчас отходит от своих Макдональдов. Зато у нас, так сказать, растет эти Макдональди. Макдональдси и до сих пор такие очереди стоят. Надо заменить грузинским фастфудом. Я абсолютно согласен. Шашлык. Шашлык, который бы продавался на каждом углу. Грузинский это будет. Армянский. Армянский, чеченский. Не важно. То, что для нас приемлемо, то, что для нашего будущего поколения приемлемо. Вот я вам приведу такой пример. Придите пример. Один маленький вопрос. Простите, Михаил Михайлович. А Грузия мясом с Россией торговала? Я просто не очень помню товарооборот поставок Грузии мяса. Грузии мясо в Россию. Я не готов на этот вопрос ответить. Но я знаю качество мяса, которое есть. А готова Грузия поставлять в Россию мясо? От нас зависит. От нас зависит. От нас это от кого? От нас с вами, от бизнесменов, от нашей политики. Если мы разместим там свое производство образно. А почему не в России? А нет у нас таких. Краснодарский край у нас, например, Юго-Ставропольский край. Я с вами могу поспорить. Нет у нас таких, так сказать, природных, такой природы. И такого корма, как в Грузии. Это реально так. А теперь то, что касается, так сказать, товаров народного потребления. То, что касается там других. Если мы себя уважаем, мы должны размещать именно там, с кем мы хотим сотрудничать. Вот смотрите, что американцы сделали. Сейчас, как только власть стала шататься, так сказать, в Грузии. Как стали приходить пророссийские, да. Хотя бы, хотелось бы на это надеяться. Они свою базу, так сказать, заводят в Азербайджан. Для чего? С РЛС мы расторгнули практически договор. Вы это прекрасно знаете. С Габардинской. Да. Завели почему? Потому что они смотрят на Северный Кавказ. Ну, никто же из нас не сомневается, что на Северный Кавказ, через Грузию, они пытались там вот эти беспорядки, которые там всякие разные дела, да, это делать. Ну, я лично не сомневаюсь, и у меня есть факты для этого. А теперь они будут через Каспийское море это делать как-нибудь. Ну, стараются же и они. Мы, если себя уважаем, мы должны в первую очередь определиться. Не хотите, будьте на конкретной всегда позиции. Не хотите, не надо. Вам это, мы тоже такое же введем. Понятно. К Беларуси. Дмитрий, а чему мешает Лукашенко в товаре обороте России? Чего бы сейчас Россия взяла в Беларуси, ежели бы не Лукашенко? И что пошло бы в обратную сторону? Из-за чего у нас вообще происходят периодические торговые войны, кроме как энергетики? Ну, торговые войны происходят, потому что отчасти Россия не пускает на свой рынок очень многие товарные позиции из России. Такие вещи наблюдаются. Из Беларуси вы имеете в виду? Из России в Беларусь. Из России в Беларусь. Некоторые товарные позиции, они просто Беларусь какими-то своими нормативными документами перекрывают просто такую торговлю. Это, конечно, мешает российскому бизнесу входить на беларуский рынок. Вторая причина, которая вызывает такие конфликты постоянно, это недоговороспособность по ряду направлений. Мы помним скандал в середине 2000-х годов, когда российские инвесторы крупные приходили на беларуский рынок и их потом туда выбрасывали. Потому что политика Александра Лукашенко не является такой постоянной и периодически меняется какая-то законодательная база, либо у президента появится желание какое-то предприятие национализировать. Естественно, это желание у инвесторов инвестировать средства в беларускую экономику. А что бы вообще разъяснить, если бизнесменам было интересно в Беларуси? Откуда выкидывает их Лукашенко? Ну, в первый раз их выкинули из пивной отрасли, в второй раз там, правда, уже не российские были инвесторы. Сейчас недавно был скандал с конфетной фабрикой, инвестор, по-моему, американский. Ну, беларусь американского, вернее, американец беларуского происхождения. Его выбросили из бизнеса, Лукашенко просто национализировал фабрику, обе фабрики конфетные, две крупнейшие. И это, конечно, отпугивает инвесторов вкладывать деньги в беларускую экономику. Я бы тут сказал такую вещь. Дело в том, что, по большому счету, при беларуской структуре экономики, Лукашенко продавать нечего. То есть, если абсолютно большинство дохода беларуского получается от трех предприятий. Это два НПЗ и беларуского... Мозырьской... Мозырь, Мозырьский НПЗ, Новобородский НПЗ, два нефтеперерабатывающих завода и беларускалий. И вместе они приносят до 70-80% доходов. Понятно, что... А могли бы? Понятно, что продавать эти предприятия, это Минск и, собственно, Беларусь, Лукашенко это не простит. Потому что это, получается, источник национального дохода. Это бюджетники. Это все, что на самом деле содержится. Остальные 20% это, к сожалению, это и крупное машиностроение, это и тракторный завод, это и БелАЗ, это и МАЗ, и сельхозмашиностроение, это и, опять же, электроника, да? То есть, и пищевая промышленность. Получается, что они сегодня стоят такие копейки, что продавать их за эти деньги Минску и Резона нет. А вместе с Россией возродить, например? А инвестору переплачивать не возродить, а развивать. Ну, вместе с Россией развивается, например, агропромышленный комплекс. Вот вопрос в том, чтобы оно каким образом пошло. Ведь на сегодня планов на уровне государства, то есть планов такой кооперации, то есть о чем говорится, то, что могло бы быть выгодным, их, к сожалению, нет. На уровне отдельных инвесторов, мелких, это мелкое предпринимательство, да, оно развивается, но оно не делает погоду. На сегодня ни в Беларуси, ни в России. Но нам ситуацию-то нужно развернуть, по идее, так, да, и с Грузией, и с Белоруссией, и с Украиной. Что мелкий бизнес, именно в белорусском вопросе, мелкий бизнес погоды не сделает. Нет, дело не в этом. Вообще, нам нужны стабильные правила игры. Можно я? Да, да, да. Которые, я сейчас просто фразу закончу, не зависели бы от того, у власти сегодня Саакашвили или Ванишвили, у власти сегодня Лукашенко или Романчук. Абсолютно верно. Вот опять я возвращаюсь к тому, что нам нужно в долгосрочную программу играть. Это все мелочи, то, что мы говорим. Конфеты, там, мясо или что-то такое. Вы знаете, самое крупное в мире предприятие, которое было, может, вы угадаете, которое было в Советском Союзе? Не помню. Госплан. А. Я имел в виду производство. Сейчас задумался сразу о производстве. Это было настолько рассчитано. Весь Советский Союз был заинтересован. Весь Советский Союз работал. В свое время Сталин снял или выговор сделал Микояну из-за того, что в какой-то деревне, в какой-то области не вовремя поступил хлеб. Понимаете? Вот настолько было все собрано. Нам нужно долгосрочную программу отработать. Вот вы говорите, Лукашенко закрыл, там, национализировал. Нам нужен спектр. Нам нужен, так сказать, отрасль нужна такая, которая сядет и разработает все это. Абсолютно все. От А до Я. Где наши интересы? То есть надправительственная комиссия. Абсолютно. Абсолютно. И Путин в этом заинтересован. Кто-то против, кто-то нет. При коммунистах, я не говорю, что коммунистный строй хороший, но при коммунистах все это было на высочайшем уровне сделано. И возьмите тот же Евросоюз и другие... А не приведет ли это к появлению коррупции, например, усиление ее? Причем тут коррупция? Коррупция будет при любой системе. Вы еще относительно молодой человек, и я с вами поспорю насчет коррупции. Коррупция присутствует во всем мире. Нет страны, где коррупции нет. Просто некоторые страны применяют эту коррупцию для своего развития. Это у нас. И коррупцию можно сделать менее вредной для экономики, а наоборот поставить ее на... Ход экономической энергии. Вы что, думаете, в Америке коррупции нет? Нет, она везде есть. Везде есть. Вы просто предлагаете модель возвратить госплан и на основании... Нет, я не предлагаю. Нет. Я не предлагаю госплан. Просто я сейчас переведу то, что хотел сказать Михаил Михайлович. Речь идет о том... С грузинского языка на еврейский переведите. Да, с грузинского на еврит перевожу, с еврита на русский. Перевожу с немецкого, еврейского, армянского на ваганьковский, не дай бог. Значит, должна быть некая меж... даже не межправительственная комиссия. Мудрые люди, старцы Аксакалы, должны взглянуть дальше. Браво. Чуть дальше. Браво. Чем мы сейчас... Вот у меня, например, зрение заслонено этим монитором, да? Браво. Я вас вижу, а вот там дальше у меня еще стеночка. Люди, которые понимают, да? Такие люди уж, как Евгений Максимович Примаков, умные старцы, мудрые старцы, которые понимают, что сиюминутная выгода, она не всегда. Я сам себе сейчас противоречу. И сиюминутную выгоду надо учитывать. Не надо строить свои отношения на том, что я тебе сегодня заплачу денег, когда ты меня будешь называть другом. Но дальнейшие взаимоотношения, которые не зависели бы от того, кто сегодня у власти. Лукашенко, Саакашвили, Путин или кто-то еще. Нам с этим жить и жить. Мы веками жили вместе. Чем проект Евразийского союза не является таким проектом дальновидным? А вы еще вспомните таможенный союз. Нет, погодите. Евразийский союз пока... Вы говорите, Евросоюз. Евросоюз они скопировали от Советского союза. Нет, я имею в виду Евразийский союз. Евразийский союз. Я лично мечтаю, что... Чтобы этот Евразийский союз был создан. Вы упомянули таможенный союз. Вы знаете о том, что надо должны отдать тем, я не знаю, гениям, которые писали все эти, так сказать, указы, там, всякие бумаги, всякие распоряжения. Они поработали очень хорошо. Возможно, но я не вижу пока, чтобы он работал. Заработает. Но зато я теперь могу боржом из Казахстана привозить пока прямых поставок нет. Таможенный союз заработает. Это очень серьезный проект. Очень серьезный проект. И в конце концов мы должны прийти к тому, чтобы всем интересно было. Люди должны быть уверены. В чем беда, допустим, молодежи? Почему с молодежью у нас прервано с грузинской молодежи? Вот элементарный пример приведу. Я задаю вопрос родителям. Почему вы в Россию не посылаете детей учиться? Знаете, что мне отвечают? Я бы с большим удовольствием, потому что мы дома даже по-русски говорим. Ну, вы представляете, я сейчас прошу своего ребенка, а этот наш псих выкинет что-нибудь, а вы его визу перекроете. И его, так сказать, обратно отзовут. Представляете? Нонсенс. Но это правда. Это во-первых. Во-вторых, теперь скажу, вот бывший министр правительства Москвы, многоуважаемый человек, мною, малышко Владимир Иванович, у него родились дети. И он стал кормить детским питанием. Он обошел все супермаркеты. И он был обалдевший. Как я, говорит, своих детей буду кормить этим кормом. Представляете? А до этого этот человек, многоуважаемый министр, ни разу не задумался, чем наши дети кормятся. Остальные все дети. В магазин надо чаще ходить. Но об этом после выпуска новостей. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виталий, парадокс с Игорем Виталем. Беседуем с Михаилом Хубутей, Кириллом Коктышем и Дмитрием Булкунцом о взаимоотношениях с республиками, бывшими республиками Советского Союза. Кирилл, а вот заговорили мы о евразийском партнерстве. А кто может стать участниками этого евразийского проекта? Ведь куда ни кинь, у нас клин практически всюду со всеми партнерами. Друзей не осталось. Не, ну почему? Евразийский Союз пока на сегодня в том виде, как его продвигает Москва, является очень прагматичным объединением, основанным на том, что товароборот между Азией и Европой абсолютно гигантский. И встроиться в этот товароборот, перемещать грузы, грузы из Азии в Европу дни за 10, за 12, с одной таможенной границей и раза в два, два с половиной быстрее, чем по морю, это будет приносить достаточно ощутимый доход. Конечно, это базируется на той презумпции, что европейская экономика не будет падать. Очень слабенькая презумпция. Ну да, но тем не менее, вряд ли этот проект будет убыточным, скажем сразу, потому что при той же себестоимости, что и морские перевозки, если, конечно, РЖД будет знать меру, я думаю, что этот путь будет более предпочтительным, какую-то нишу свою отвоюет. То есть Евразийский Союз это как бы не политический союз, а союз транспорта. На сегодня, если смотреть по документам, другой, столь хорошо прописанной идеи, как транзит, пока нет. Она может появиться, но пока они не появились. Этих идей нет, они могут появиться завтра, потому что на самом деле выстраивать кооперацию, то есть если придется выстраивать на постсоветском пространстве, я думаю, что рано или поздно придется, более или менее самодостаточную экономику, то есть простой алгоритм, чтобы поддерживать сегодняшний уровень жизни, возможно, при включении экономики в разделение труда где-то на 300 миллионов человек. То есть одна Россия с Евразийским Союзом, это 160 миллионов, ну, наверное, смогут поддерживать стандарты 50-х годов 20-го века, отказавшись от некоторых отраслей экономики, которые сегодня прочно вошли в повседневную жизнь. Поэтому, когда возникнут планы строительства вот такой вот экономики, вот такой вот кооперации, да, наверное, Евразийский Союз тогда может выстрелить, тогда может сработать. Пока на сегодня, кроме такого инфраструктурного строительства, ничего другого еще не происходит, но возможность более глубокой, более интересной кооперации, она просматривается. И в этом плане, кстати говоря, Евразийский Союз может быть интересен всему по советскому пространству, потому что понятно, что страна в 10 миллионов человек вряд ли сможет поддерживать стандарты иные, чем просто обычный сельскохозяйственный анклав. То есть стандарты конца 19-го века, начала 20-го, но не более того. То есть включение в кооперацию, оно выгодно, оно должно работать. Но для этого должны появиться планы, как эту экономику все-таки замкнуть саму на себя. И понятно, что такое строительство потребует ограничений импорта довольно радикально. Я вообще считаю, что мы должны сегодня сомкнуться перед лицом метеоритной угрозы. Мы знаем, что сегодня у нас прилетел метеорит, и вот перед лицом такой космической угрозы. И Дмитрий Олегович Рогозин, кстати, сегодня сказал, и даже наш премьер-министр отличился в Красноярске словами о том, что это должно стать нашим символом. Может, нам объединиться с Грузией? Делать такой космический зонтик. Космический зонтик, да, тем более, что в горах Грузии под шашлычок. Я бы ответил так, это, конечно, хорошая шутка, я бы ответил так, если можно добавлю, значит, вот образно государство поручило бы, допустим, образно говорю, мне, дали бы студентов, молодых, грамотных, человек 200, отобрали бы, и деньги найдутся бизнесменам, негосударственные деньги. А вот, как вы сказали, такие аксакалы, как господин Примаков, и есть еще такие люди. Мы бы за два года, за два с половиной года, все это расписали бы, как выгодно было бы с экспертами с разных республик или государств, бывшего СНГ. Единственное, я бы затруднился, так сказать, с Прибалтикой разговаривать, потому что там немного... Там грузинский плохо понимают. Вот. Мы бы расписали все это вместе с ними, со всеми, с прагматиками, и потом уже подняли бы это на политический уровень. Ну, это с точки зрения бизнеса и с точки зрения будущего. Я готов, кстати, вписаться в этот проект, если возьмете в студенты, Михаил Михайлович. Нет, я это говорю на полном серьезе. Я на полном серьезе говорю. Я за эти два года, уверяю вас, за всеми своими бизнесами, всеми делами бросил бы заниматься ради родины, занялся бы только этим. Потому что я уверен, что если прагматичному человеку нормальному это поручат, он сделает из этого продукт. Не нужны государственные деньги. Если государственные деньги кто-то захочет там или своих посадить и отмывать какие-то, или коррупции, или какие-то откаты, не нужны. Эти программы могут обеспечить бизнесмены, которые заинтересованы из разных государств. Уверяю вас, даже Грузия, я уверен, что оттуда даже финансировали бы. А тем более наши братья в Украине. Только не трагоматзе, пожалуйста, потому что потом плохо получится. Они нам не нужны. А Белоруссия, просто грех нам говорить на сегодняшний день, что у нас с белорусами есть, так сказать, какие-то недопонимания или противоречия. Есть, к сожалению, есть. Грех это говорить. Это абсолютный грех. Я с вами полностью согласен. И это идет, опять вспомню, когда, ну, буквально заокеянские наши друзья, когда развели Лукашенко с Ельцином. Ну что, ему бы стоило просто недовольное лицо выразить, а он обрадовался к тому, что его... Ну что же мы сейчас тоже можем сделать? Теперь только к памятнику Ельцину. Исправить. Поправить, Игорь Дракон. То есть Лукашенко должен с Путиным съездить в Америку. Поправить. Барак Хусейнович, если вы меня сейчас слышите, пригласите их, пожалуйста, обоих к себе. А мы тогда попросим Владимира Владимировича, чтобы он не отворачивался. Если Лукашенко будет плохо принято, что он заступился. Сейчас уже молодых и пусть. Вот нам нужно вот зов этот довести до главы государства, до правительства, что мы можем, мы готовы это сделать на пространстве постсоветского союза. Я за, Дмитрий. А вот скажите, затронул Михаил Михайлович очень интересную тему при Балтике. Пусть она нас сейчас не слышит, но на самом деле начинает слышать. Я обратил внимание, что как только случился кризис, представители Латвии стали регулярно появляться в моих передачах и рассказывать о том, как у них хорошо. И не хотите ли вы немножко прикупить недвижимость в Юрмале, а мы вам за это ведь нажительство. Кстати, Юрий Михайлович, к сожалению, не вышло. Я так понял, что ему ведь нажительство там и не дали. Не дали. Не дали. Но тем не менее. Там у него ничего не было. Латвия вполне благополучная страна с построенным Советским Союзом инфраструктурой, всеми делами. Стартовые условия замечательные. И завод был, автомобиль, ничего только не было. Гиганты индустрии там строились. Экономика это то, что сейчас называется фейлстейт. Просто лежит полностью. Там сейчас очень любят рассказывать анекдоты наших 70-х годов. Кто последний будет уезжать, свет в аэропорту выключится. Литва, казалось бы, страна с более аграрными комплексами, но чувствует себя достаточно неплохо и хорошо развивающаяся Эстония. Почему практически при равных стартовых условиях, даже Латвия где-то была впереди, произошел такой перекос? Вот мне интересно, Дмитрий и Кирилл по очереди. Я просто хотел пример привести по поводу Латвии. У меня там знакомые живут, и они периодически зимой уезжают жить в Египет на 3-4 месяца, объясняют плохую погоду в Латвии. Они не любят такую пасмурную погоду. Они почему-то постоянно уезжают жить в другие, в теплые страны. Почему перехоз произошел? Я думаю, что это все-таки разорванная экономическая связь после крушения Советского Союза. И этим республикам нужно было пытаться переориентировать свою экономику на страны Западной, Европы. Когда рынок в странах Западной Европы уже был, в принципе, сформирован, то войти на этот рынок со своей продукцией было довольно тяжело. И я считаю, что это одна из причин того, что эти страны очень тяжело и какой-то длительный период времени адаптировались к такой экономике. Пример, Эстония. Вот вы привели процветающую экономику. Эстония сделала ставку на такие... Я не сказал, что процветающие. Я сказал, что это более-менее успешные. Более-менее успешные экономики, потому что Эстония сделала ставку на новые технологии, на хай-тек, так называемые. И они вполне конкурентоспособны. Даже не Сингапур, Эстония. Я, кстати, был в Эстонии в 2005 году. Меня друг приглашал. Я посетил... Я тогда впервые увидел, как работает электронное правительство. Полностью без бумаг. Они экономят миллионы долларов. Для Эстонии это огромные деньги. Если брать, например, если в России сделать электронное правительство, это будут миллиарды долларов просто экономии. Не сыпьте мне, пожалуйста, соль на рану. Если брать Латвию, то Латвия нашла, наверное, блестящий выход, который, к сожалению, был перекрыт после вступления Латвии в Евросоюз. Ведь Латвия стала постсоветским банковским оффшором. И главным входом российского и вообще постсоветского бизнеса на глобальный рынок. К великому сожалению, понятно, что в первую очередь те же Соединенные Штаты долго на это глаза не закрывали. Не согласились закрывать. И после того, как страна вступила в Евросоюз, банки, банковский бизнес был в изрядной степени, ну, оффшорная компонента была ликвидирована. А Латвия на это делала главную ставку. И, собственно говоря, падение жизненных стандартов Латвии связано, скорее, с ужесточением, с изменением банковских стандартов, нежели с глобальным кризисом. Кризис только добавил уже... Ну, нельзя, как бы, строить всю экономику на оффшоризации банковских... Когда у вас небольшая страна, и на самом деле в Латвии население в пределах 2,5 миллионов, вы вполне можете построить банковскую страну. Можете, но при этом у вас были еще начальные условия, говорю, хороший, электронный завод, да? А, и закрыточность. Именно потому, что банковский бизнес давал столь большие перспективы, все остальное положили на землю и деконструировали. То есть это была абсолютно осознанная деиндустриализация, которая, в общем-то... Понятно, эти возможности были перекрыты. Коробкий вопрос. А возможно вообще развернуть прибалочку все-таки в сторону нашего сотрудничества, как Михаил Михайлович сейчас говорил? Я думаю, нет. Ну, сотрудничать можно всегда и всем. Ну, с более активного сотрудничества. На желателе готовы поставлять те же шпроты любимые на столы всем и вся. То есть сотрудничать никто никогда не будет против. Наверное, все будут против политической интеграции. Если какая-то геополитическая интеграция, то нет, экономическая, конечно, А экономическая, чем ее будет больше, тем будет лучше. А когда выстраиваются демиорио и так далее. Можно я скажу? Да, Михаил Михайлович. Все возможно. Невозможного нет ничего практически, если есть желание. Но опять, нам нужно расписать, так сказать... Кто, что и как, и когда. И как, и когда. Если сейчас... Вам нравится сегодняшнее образование у нас? Нет. Вам нравится здравоохранение у нас? Нет. Что мы должны сделать? Мы должны воспитывать сейчас тех детей, которые будут обучать будущих студентов. Без этого ничего не получится. Поэтому ваш покорный слуга открывает первую школу для неимущих детей вундеркиндов в Москве. Которая обходится мне... Я на свои деньги строю. Обходится мне около 40-50 миллионов долларов. И мне Сергей Семенович при первом же обращении он выделил землю серьезную. Я хочу будущих, так сказать, учителей... Давно у нас не было ни Ломоносовых, ни Кутузовых, ни таких Солженицыных. Не было. Почему их нет? Потому что как только мозги появляются, у нас их забирают. Понимаете? Так это опять-таки Дмитрий Анатольевич сказал в ДО8. Мы бы сейчас Брина не выпустили. Ну, я не знаю. Вы вот будете... А что им помешает уезжать, Михаил Михайлович? Что им помешает? Мы должны отслеживать, чтобы они работали до конца здесь. А не отпугивать. А не так, чтобы учитель получал там 17 тысяч рублей, и он злился, когда, так сказать, извиняюсь за выражение, она в зашитых колготках ходит. Я очень извиняюсь, что это отмечаю. А ученик приходит такая вся, такая надетая, надутая. У нее папа там. Почему обучение наше отличается от английского? В ближайшее время продолжим тему. Напомню, Михаил Кубутия, Кирилл Коктыш, Дмитрий Молкунец, и я, Игорь Виттек, были в эфире. Услышался через неделю. Продолжение следует...